Я буду сегодня просто рассказать чуть-чуть о Reflame, что это за компания и что мы прилагаем к консультантам Reflame, что это значит вообще заниматься бизнесом Reflame. И мы будем рассказать сразу, что презентация даже на английском языке, я буду говорить на русском. Я хочу понимать, я знаю нескольких участков уже, но кто нет консультанта компании Reflame сейчас у вас? Кто нет консультанта сегодня? Все консультанты? Вы консультанты компании Reflame? И тех, которые являются консультантами компании Reflame, меньше чем год работали по другу? Да, ну какой-то микс. Окей, я буду дать вам мое видение, что такое Reflame, потому что это действительно косметика и так далее, но это не самое главное, что мы прилагаем. Просто прилагаем к любой путь для тех, которые хотят заниматься своим бизнесом, свой собственный предпринимательский бизнес. Начинаем чуть-чуть информацию просто. Компания, 45 лет, это не новая компания. Это компания, которая имеет опыт на очень много разных рынках, именно в мире, 60 разных рынок. У нас есть заводы, наши собственные заводы от нашей продукции. Мы сами производим примерно 50%. Это у нас есть производство в Китае, в Польше, в Швеции, в Индии, у нас центр развития в Ирландии, в Дублине. У нас тоже есть большой отдел в Стокгольме, который занимается развития новых продуктов. У нас есть больше тысячи продуктов каждый в нашем портфеле, косметических продуктов. Новый каталог каждый в третьей неделе, это просто наш способ показать наши продукты. И у нас есть примерно 8 тысяч сотрудников в этой компании, которые работают в этих 60 разных странах. Наша компания, это публичная компания. Это значит, что она находится на фондовской бирже в Швеции. Это значит, что все наши финансовые отчеты абсолютно открыты к любому человеку. Кто-нибудь может сойти на этом сайте, investor.reflame.com, и вы будете там найти информацию, какие состояния компании Reflame. Там есть отчет за каждый квартал. Вы видите продажи, наши доходы, наш прибыль, и как мы в общем разобьемся и так далее. То есть это очень рекомендует любого человека проверить компанию Reflame. Если кто-нибудь сомневается, что это серьезная компания или несерьезная. Это тоже значит, что у нас есть очень много акций. То есть компания состоит из много разных акций. У нас есть 57 миллионов акций. Очень много, да? Каждая акция стоит примерно 20 евро. То есть любого человека может покупать часть Reflame. Находится на фондовской бирже, значит, что любой человек может покупать часть этой компании. И за это получить часть дилетарма из этой компании, ежегодный дилетарм. У нас есть примерно 8 тысяч разных хозяйков. Наши братья Йокника, тех ребята, которые создали эту компанию 45 лет назад, они имеют до сих пор 30% часть этой компании. 30% вместо своей семьи. Но все остальные 70% это американские фонды, американские банки, европейские банки, других личных людей. Наши тоже генеральный директор имеют маленький часть этой компании. Они не следили свои деньги здесь. Вы тоже. Это не совсем легко для россиян. Но это абсолютно возможно для вас всем в этом зале покупать маленький часть компании Reflame. Стоимость нашей компании. Это количество акций вношено за нашу текущую стоимость акций сегодня. И стоимость акций на фондовской бирже поменяется каждый день. То есть стоимость одной акции поменяется каждый день. Из того, как мы развиваем, как в другой мир смотрим на компанию Reflame. Если они думают, что мы будем продавать больше, иметь больше прибыль, стоимость на каждой акции будет расти. Стоимость компании сейчас это 50 миллион акций вношен за 20 евро. Примерно это 1.1 миллион, миллиард евро. То есть если кто-то должен покупать Reflame, надо платить чуть больше, чем миллиард евро. продаж прошлого года, продаж компании Reflame – полтора миллиарда евро. Примерно 11-12% маржа. И все отчеты возможны для любого человека проверить, если хотим. чтобы сравнить чуть-чуть. Другие продажи компания в России. Эльдорадо имеет продаж примерно 2 миллиарда евро. EuroCent – 1.6 миллиарда евро. Reflame – в мире полтора миллиарда евро. И просто STS Media, телеканал – половина миллиарда евро. Просто чтобы чувствовать чуть-чуть масштаб компании Reflame. Я считаю, что мы предлагаем возможность для любого человека, который хотел строить свой бизнес, очень простой и низкий бизнес с низким риском. То есть здесь не надо иметь большой капитал до того, как мы начинаем эти бизнесы. Здесь возможно начинать с нуля и не взять какой-то кредит, и не рисковать сидеть на долге или что-то, но тоже требуется время, чтобы строить бизнес. Это не то, что бизнес в Reflame просто появится, изменится или что-то за годы. Просто требуется вечно сильная работа, как любого предпринимательского приключения, вы будете сниматься. Но компания Reflame помогает очень много. То есть здесь концепт «франшайзинг», чтобы какой-то бренд, например, Евросет есть, у них тоже есть франшайзинг. У них есть бренд, продукты, логистика, маркетинг, и человек может открывать такой киоск, там ставить телевизор и заниматься в этот бизнес. Reflame типа то же самое. Это очень удобная версия франшайз. То есть мы организируем все развитые продукты, мы занимаемся маркетингом, ролики на телевизоре, чтобы люди узнали, что это компания. Мы помогаем развивать людям. То есть мы проводим много разных тренингов, мы тоже обучаем много людей и приглашаем на разных обучениях. Мы тоже организировали несколько устроенных компаний, несколько мотивационных мероприятий, где мы расскажем, как компания развивается, как мы должны рекомендовать наши новые продукты сейчас, как мы можем развивать наш бизнес сейчас. Мы тоже занимаемся большинством обслуживания. Не все, но большинство часто обслуживания в этом бизнесе. Ваше задание, для тех, которые новые в компании, это чтобы строить ваши команды продаж. То есть у нас есть отдел банкетинг, отдел логистика, отдел обслуживания, отдел развития, отдел исследования и так далее. Ваша часть – это отдел продажа. То есть это ваше задание найти много людей, которые готовы продавать этот продукт. Это очень, честно говоря, кажется просто, но на самом деле требует много времени и энергии особенно. Потому что мы работаем здесь с многими людьми, и ваше задание обучит им либо продавать хорошо, либо найти новых клиентов, которые, может быть, станут консультантами в будущем. Из-за этого вы просто получите комиссию, честно говоря. У нас есть очень особенная комиссия здесь, но реально это только комиссия на продаж, которую вы генерируете на ваш бизнес. Если у вас есть большой оборот продаж, компании Reflame – вы получите хорошую комиссию. Если у вас есть очень маленький оборот продаж, как в любой бизнес в мире вы получите меньше денег. Я тоже считаю, что если вы хотите попробовать предпринимательский труд в жизни, это очень хорошая школа – это попробовать в компании Reflame. Потому что, опять, это без кредита, без какой-то риск, и если это страшно, вы можете уйти любого секунда. То есть это никакого… Не требует, чтобы здесь работали 6 месяцев или 2 года или что-то. Это просто школа пытаться понимать, что такое франчайзинг. Главное дело, когда люди покупают косметику в этом мире, у них надо совет, у них надо рекомендации. Если вы захотите, или ваши жены, подружки захотят в магазин, там есть консультант, который продает эту косметику, который разговаривает или объяснит эту консультацию, которые не знают преимущества и так далее. На самом деле, они потом строят большие здания, или они снимают здания, где они продают свою косметику. В Москве у нас есть Иль-Люкутер, Иль-Бош, Ле-Дуал и так далее. Это очень дорого – заниматься розницей, потому что тут есть большая аренда, тебе надо оплатить очень много денег за логистикой, потому что до того продукт не приходит к магазину, он уже съехал через нескольких складов, на пути к этому магазину. Очень много разных станций до того, он появился на полке в магазине. Наша идея – это просто доставить продукты сразу к консультанту, к тому человеку, который будет прорабатывать этот продукт к клиенту. И поэтому у нас нет больших расходов на стоимость аренды, у нас нет больших расходов для логистики, у нас очень эффективная логистика, очень мало складов, если мы сравним с розницей, и поэтому наша цена может быть очень доступна на наших продуктах. И поэтому достаточно легко продавать продукты компании «Эрфейн», потому что люди видят, что цена очень нормальная, особенно если сравниться с розницей со средством Москвы. Ваши инвестиции. Вам надо инвестировать в ваше время. Только дед и мужчина. Это достаточно приятно. Извините. Надо инвестировать в свое время, естественно. Чтобы строить бизнес, это не понравится через раз-два месяца, честно говоря. Вам надо постоянно искать новых людей, которые готовы принимать, где строят бизнес, или покупать продукции, по крайней мере, первым этапом. Такие люди требуют объяснения. Они хотят узнать, что такое «Орифлейм», какие продукции прилагаются, как я могу там строить бизнес, как ты строишь бизнес здесь, например. И иногда люди чувствуют быстро, что это не мой путь в жизни. Это сложно, требует много энергии от меня, объяснить, вот этот человек пять раз, что такое «Орифлейм», как заказать продукцию и так далее. Но несколько людей почувствуют, что здесь есть возможность строить свой бизнес здесь. И несколько людей, которые есть рядом в зале, строят, в конце концов, большую бизнес-иссию. Они просто нашли очень много людей, которые нашли ещё больше людей, которые нашли ещё больше людей. И этот человек сначала, он инвестирует своё время обучить этих людей, промотивировать этих людей, ухаживать с ними, помогать им, иногда требовать, что они работали. Это как обычный начальник любого места в мире. Требуется абсолютно одинаковое качество, чтобы вы были терпливее, чтобы вы анализировали, что происходит с вашими людьми. Если кто-то не продаёт, надо покориться этим человеком. Если кто-то, может быть, найдёт очень много людей, наверное, он придумал хорошие способы найти людей, тогда надо использовать этот опыт к этим людям здесь, чтобы они тоже нашли много новых клиентов для нас. Какого образца направили эту организацию, или командопродаж? Несколько лидеров, они откроют, в конце концов, свой офис. Они могут инвестируют деньги на подарки, которые они предлагают своим ребятам, чтобы они чувствуют себя и мотивирование строить. Маленькие конкурсы для своих людей, чтобы это были веселее работа. Несколько лидеров организируют мероприятия. Они снимают большой сал, приглашают 500 людей, и там покажут новые продукции, кто достигается новым объемом продаж этой кампании, просим им говорить сцена, как они это сделают и так далее. В таком образце люди могут инвестироваться в этом бизнесе. Но большинство не инвестируют свои деньги. Они используют сервисные центры, они присоединяются с другими партнерами и требуют считать стоимость билет, чтобы финансировать аренда зала. В таком образце требуются очень низкие инвестиции в этом бизнесе. Но вы тоже будете заниматься обслуживанием. Вы будете отвечать на очень много вопросов от ваших клиентов, потому что они хотят совет, как работает компания, где я могу получить мой заказ, как я сделаю мой заказ на онлайн и так далее. И это иногда тяжело и не всегда интересно. Обслуженный клиент – это всегда сложно. Не по-другому сказать. Наша комиссия. У нас есть очень особенная комиссия. Он не такой ровный, как у дилера имеет, как он занимается любого другого бизнеса, потому что он ровный 5% или 15% или что-то. У нас есть вот этот план успеха. Это просто название нашей системы комиссии, которая промотивирует особенное поведение. То есть мы хотим, чтобы люди строили стабильную команду продаж. Стабильная команда продаж имеет, что у тебя есть нескольких начальников или чиновников, я не знаю, под тебя, генералов, может быть, чтобы у вас было несколько генералов под вас, и под этими генералами было еще сильнее солдатами, скажем так. Это другой способ объяснить этого бизнеса. Чтобы у вас есть широкий бизнес и стабильный бизнес. Из-за этого мы платим самую большую часть денег. Если человек только может найти один генерал, очень много солдатов, мы платим меньше, потому что есть такая структура, или команда продаж, мы знаем, что люди быстро уходят или приходят, это нестабильно. И продаж здесь не будет ровно каждый месяц, он будет падать и зависеться, и так далее. Но когда у тебя есть несколько генералов по тебе, которые имеют X количество солдатов, продаж достаточно ровный, ты падаешь чуть-чуть там, но там растет. То есть у тебя есть хороший баланс продаж. В принципе наша комиссия, то есть в принципе, он в принципе 13%, это очень грубо говорить, надо учиться более подробно, как наша комиссия работает, но это в принципе. Как я вижу задание для новых человек, для новых мужчин в этой компании, в первые 6 месяцев цел должен быть стать то, что мы называем директором здесь. Стать директором это просто только значит, что у вас есть объем продажа примерно 7,5 тысяч долларов в каждый каталог. То есть вы нашли команду, которая генерирует 7,5 тысяч долларов продаж в продукцию Орифлей. Это может сделаться по разными способами. Либо вы нашли несколько супер продавцов, которые бегают весны по городу и продают сумасшедшие, и такие люди есть, которые продают сами за 500, 600, 700 долларов за каталог. Но в большинстве не так. В большинстве люди попробуют продукцию, покупают чуть-чуть, и потом можно покупать больше и больше, и начинают продавать. Но это не так важно. Вы сами выбираете ваш путь. Ваше главное задание просто организировать объем продаж 7,5 тысяч долларов под вас, и чтобы это было стабильно, чтобы это не падает. Когда вы станете директором, вы заработаете примерно 30 тысяч рублей за месяц. За каталог чуть меньше, но за месяц 30 тысяч рублей. Можно сказать, что далеко от всех, которые присоединяются по Орифлей, достигают даже этого уровня. Это требуется дисциплина, это требуется энергия, это требуется, чтобы мы ставили себе четкий цель, что я хочу это достигаться, это требуется пригласить много людей, это требует очень много встреч, где вы объясните, что такое бизнес-тресс, где вам надо тоже найти как мужчины, девушки, которые могут объяснить эту продукцию к другим девушкам. То есть, я, например, я не знаю детали нашей продукции, я не могу объяснить наши помады или блески или что-то. Для этого у меня есть девушки в округе, которые могут это заниматься. Абсолютно так же образом вам надо найти девушки, которые могут обеспечивать эту функцию на вашей команде продажа. Вот это план успеха. Это просто, как еще раз, это просто название нашей системы комиссии. И в принципе он покажет, что чтобы люди имели какую-то морковку строить больше бизнес-тец, потому что комиссия оплачивается, если ваш товар, наоборот, повысится, вы получите больше денег на карманы каждый месяц, конечно. Но мы тоже предлагаем несколько других преимуществ, чтобы сделать это чуть-чуть веселее или более интереснее. Если вы достигаете, в принципе, объем продаж 7,5 тысяч долларов, грубо говоря, вы получите тысяч долларов у нас один раз, как подарок, как бремя или как бонус за то, что вы достигли этого уровня. Если вы генерируете 15 тысяч долларов за каталог, вы получите 2 тысяч долларов у нас один раз. И таком образом продолжается. И потом, в конце концов, есть самые высокие премии, это 1 миллион долларов. Это мы оплачивали, честно говоря, один раз по человеку, который строил огромную организацию. Это требовало 10 лет, которое я просто за один год, и очень много-много встреч, командировок и так далее. Как и любой бизнес в мире. Никто заработает себе 1 миллион долларов за ничего, кроме, может быть, чиновники в России. Это было в России. В России, я могу добавить, что Россия является 50% весом «Орифлейм» мира. 50% весом «Орифлейм» мира. И у нас есть бизнес в 60 разных стран мира. «Орифлейм» пришел до России 1992 года, и потом начали здесь строить бизнес. И до этого «Орифлейм» был бизнес в Южной Америке, в Европе большинство, и в Азии. Там наш бизнес не совсем не так сильный вирус. Но здесь в России, в СНГ, был очень уникальный момент 1991 года. Здесь было очень много людей, которые имели очень высокое образование, но просто, которые стали без работы уже в одном моменте. И надо было эти новые способности развивать бизнес. Плюс, малая инфраструктура, ростница не была здесь, в принципе, логистика очень плохая, честно говоря. И тогда был этот способ, как мы занимаемся бизнесом, прямой продаж через людей, был очень эффективный модель для дистрибуции продуктов. И за это строили хороший бренд, и поэтому «Орифлейм» это известный бренд в этой стране сейчас. Оборот в России, для компании «Орифлейм» это примерно 550 миллионов евро за год. В этом цене. Вот. Время облачивается, это просто морковка, но потом, когда достигает уровень 15 тысяч долларов товарооборот за котлеток, вы можете каждый год ехать за границу одну неделю на то, что мы называем «Золотая конференция». Это, в принципе, путевка мотивации для хороших продавцов, которые очень много компаний предлагают такие возможности для тех, которые генируют хорошие товарообороты. Они отправляют людей в Грецию, в Францию, и так далее. И мы тоже это сделаем. И мы знаем, что это хорошие 20 или много людей в России. Они едут туда неделю, летом, и отдыхают, и получают несколько информации в компании, и они могут, если они хорошо работают, они могут взять с собой с утру, и там живут хорошие гостиницы, и, ну, этого года это было в Стоколме, прошлого года в Португали, в Малте, в Италии, и так далее. Это было Европа. Если человек достигает еще выше уровня, то, что мы называем «Бриллиантовый директор», и тогда это примерно 45 000 долларов товарообороты на вашей культуре за каталог. Тогда вы тоже ездите, кроме этого предшествия летом, вы едете тоже более шикарное место и цели, в Гон'. И еслиawi, это было Турца, возраст и по famouslyской в的是 Льнявры , и Боари , в Индии, повесит несколько ингробороты, чтобы walks надежески на воздух. Итак, это крайне товаров. Я работал три года, я работал в традиционном бизнесе, в телевидении бизнесе. Это тоже шведская кампания, которая имела большой бизнес в России, называется Biasat, имела большой часть СТС, телеканал 40% от СТС, и тоже предлагает платные телеканалы, которое будет нужно в России, когда мы снимали спор. Я могу с рамик очень много. Я вижу что, там у нас была хорошая клиента, в принципе хорошая продавая в России к Телеканалах, но имела правиль в Евгипте или Греевс, и все в страну, это абсолютно тоже самое. Я думаю, что вы строите басовое бизнес, но педалгарь, хорошая, интересная приводческая, и как можно сказать, Продолжение следует. Это человек, который мы отправим в Египет, но у него надо складывать много денег на свой бизнес, борется с местами государства, чиновники для разрешения строить этот сет, с людьми, которые хотели оплатить свои отчеты, новые оборудования на сет, надо покупать это, это большая инвестиция и так далее. Естественно, требуется такие инвестиции, но требуется другой уровень терпения, хочу сказать. Терпение имеет в этом обслуживании клиента. Сидит по телефону, поговорить со своими клиентами, промотивировать своих партнерами и так далее. И это, он нам надо спрашивать себя, терплю ли я с таким работой. Я готов поговориться в 2-5 часов с 1, чтобы развивать мой бизнес. И чтобы достигаться нормального дохода, если смотрим 1000 долларов за месяц примерно, я видел лидеров людей, консультантов в Украине, в Казахстане и здесь в России. И, в принципе, это одинаково в институте. У нас есть 1 миллион консультантов в России, 1 миллион. У них 15-20 тысяч живут со своим доходом и компанией Фрейм. Это очень маленький кусочек, конечно. Большинство наших консультантов – это только потребители. Примерно, да, 15-20 тысяч людей они могут выживать свои доходы с компанией Фрейм каждый месяц. Чтобы достигаться уровня 1000 долларов, есть такие люди, которые отдастся полгода за 9 месяцев. Но это далеко всех. Большинство попробует, и если они чувствуют, что сейчас мне получается, я могу говорить с многими людьми и так далее, тогда это может быть за 6-2 месяцев, для многих это никогда не будет. Это просто, я просто очень искренне и правда говорю с вами. Есть те люди, которые достигли уровня 6 тысяч долларов за месяц за 3 года. Три года работают больше и больше каждый год. И за 3 года достигают уровня 6 тысяч долларов за месяц. Но надо вспоминать, что вот эти 6 тысяч долларов – это вес инвестиций. Это да, ваше время. Но чтобы иметь такой чистый доход из предпринимательского бизнеса, надо складывать много денег и много времени тоже. Ясно. Я молодой. Я хотел увидеть этот уровень, как возможность строить бизнес и тестировать, могу ли я на предпринимательскую организацию, могу ли я быть начальником. Я могу это тестировать и попробовать себя, естественно. Но если я уже занимаюсь какой-то предпринимательской бизнесом, я здесь вижу, что я могу без инвестиций за какое-то определенное время получить хороший чистый доход тоже. То есть я считаю, что 6 тысяч долларов – это, я уверен, что далеко всех получают, конечно, в Москве. Но это многие, которые не получают такой доход. Это хороший доход в Москве. Особенно без рисков, долгов и так далее. Да, мы продаем косметику, но это очень, да, что я могу сказать. Косметика – это продукт, который я могу легко продавать. Он не тяжелый. Он имеет хорошее стоимость, если сравнивать с весом. Он не требует какой-то большой склад или что-то. Он сам по себе обеззнается. И если нет, я найду девушка, которая может объяснить это к моим клиентам. Все. Торефлейт. Ваши вопросы. Любые вопросы. Давайте. Как бы Вы оценили сферу, ну, нишу, в которую попадает, ценовую категорию, в которую попадает товар? Да. У нас большинство продуктов имеет доступную цена. Из-за этого ты получаешь особенный уровень имиджа. Несколько людей считают, что у нас есть дешевые продукты. Очень много людей считают, что у нас есть доступные продукты. Это выбор, как я это продаю. Я вижу, что для России, которые, конечно, в центре Москва люди заработают большие деньги, но в России люди не заработают большие деньги. Далеко из этого. И для большинства клиентов у нас есть хорошая политика цена. Я тоже надо быть уверен, что мы продаем хорошие качественные продукты. Потому что очень много думает, что у нас нет качественных продуктов. И здесь это задание для меня, как хороший продавец, аргументировать и объяснить, где у нас есть наши заводы. Мы покупаем наши ингредиенты от других заводов, которые прилагают продукты, как L'Oreal или Procter & Gamble, все большие компании. Мы просто убрали часть логистики, мы убрали аренда со всех магазинов. И из-за этого мы можем прилагать окей цены на наши продукты. Потом мы попробуем с дороже продуктами тоже. Витамины, ароматы. Мы хотим толкнуть этот бизнес к высшему уровню даже, честно говоря. Потому что люди станут более богатыми в России, честно говоря, потихоньку. И мы хотим быть частью этого развития. Поэтому это ваше название. Мы считаем, что у нас есть хорошая позиция цена, честно говоря. Вы считаете, у нас дорого продукта или дешево? Не важно, что я считаю. Важно, что есть на самом деле. Нужно четко понимать, в какой нише ты работаешь. Да. У нас есть средний сегмент для массовых людей. Это наши рекомендации. У нас есть один миллион консультантов. Которые будут примерно 3-4 миллиона людей каждый каталог. И мы увидим, что компания Avon, большой конкурент, они меньше, чем у нас здесь. Они очень похожи на наши бизнесы. Но есть Mary Kay, Enway и Faberli. Другие компании, которые работают в этом сфере. И они на много раз меньше, чем у нас здесь. У них есть чуть выше марша, может быть, но меньше оборот. На много раз меньше. Поэтому мы считаем, что мы выбрали право на путь. По крайней мере последние 15 лет. Что мы будем сделать в будущее, мы каждый день посмотрим, если мы находимся на правом месте. Правильно ли я понял? Нет. Отличный план вопрос. А вы когда-нибудь пробовали в состоянии такой организации? И вот, я правильно понимаю, вы работаете по найму все-таки, да? Я работаю еще раз, я работаю по всему. По найму. То есть вы не строите свой бизнес? Нет. А почему вы не пробовали вот так, что можно сделать построить свои бизнесы? Потому что я не умею, честно говоря. Я умею хорошо администрировать бизнес, исследовать, где мы должны инвестировать больше денег, послушать людей, фильтровать разные мнения и улучшить сервис там или инвестировать на склад там или убрать вот эти продукты и так далее. Но строить большой бизнес и терпеть это, я не умею так хорошо. Это очень низкий ответ. Я больше администратор, чем лидер. Правильно ли я понял, что 50% ваших финансов, даже финансовый оборот находится в России? Да. 50% или даже больше? Да. Я могу смотреть. СНГ. Это 25% компания в России. Товарооборот. И Россия. 50%. Санберсовый оборот. У нас есть бизнес в все страны СНГ. Но никто тоже даже близко, конечно. Россия. А Польша? Не маленький бизнес. Это, по-моему, рынок номер семь-восемь. Но это, наверное, товарооборот 100 миллионов евро чем-то. Тоже крупный покупок. Но там это большая страна. Польша, по-моему, 50 миллионов рублей. Да. Или не бесшественные. Так, по-моему, тоже можно. Вот. Ну вот еще вопрос. В основном наш продукт, он предоставлен для женской аудитории. А вот честно для меня, когда в прошлом каталоге мне положили мужской каталог, я был очень рад. Вот. Потому что каждый раз, когда вот я так начинал, подарки были женские. Вот с каждого набора начинать человек. Подарки были женские. И вроде бы на мужскую аудиторию, ну, практически ничего, да. Там вот эта вот компания Nord, Fomen и различная туалетная вода. И, в принципе, все. Вот. А думает ли компания, да, ну вот я вас спрашиваю, как предстоит административного уровня, да. А думает ли компания расширять свою аудиторию еще и в мужском направлении? Потому что лично для меня было бы приятно покупать, да, уже что-то из компании, той, с которой я сотрудничаю. Потому что, в принципе, ассортимент есть, но он не так широк, чтобы вот, к примеру, та же самую девушку, можно было бы... Осталось с этим, летим? Ответ очень просто. До сих пор мужчины в этой стране мало таких продуктов покупают себе. Я не говорю сейчас у вас многим это, я говорю в общем. И поэтому это невыгодно сейчас развивать многолинные продукты, которые будут продаваться на такой, все равно достаточно маленькое количество. Это просто мой личный ответ тебе сказать, почему. Я думаю, что в будущем мы видим тренд в США, в Японии, в Европе, что мужчины больше и больше украшаются с собой, больше ароматов, диабиранты, кремы даже и так далее. И, конечно, это будет происходить здесь тоже в России. И тогда мы будем представлять, представлять, представлять такие продукты больше. Прямо сейчас. Насколько долго, вернее, как надолго пришла компания Reflame с программой Wellness? Мы начали три года назад. Да, а на какой срок? Это безограничный, это очень успешная категория. В тут сфере есть много конкурентов, то есть много розницы, аптеки продают много и другие сетевые компании. То есть там есть конкуренция, но это хороший маршал на этот продукт, оба дела наши консультанты и оба дела нас. Это принимается очень хорошо, то есть люди хотят жить более здорово, люди готовы платить за это. Мы тоже берем другой сегмент клиентов через эту продукцию, то есть выше уровень клиентов. И поэтому мы будем только развивать эту категорию. Я спрашиваю наш генерал-директор России, какой долг нашей всего продажи, он считает, что вернее может являться в будущем? Он говорит, что 200% нашей обороты. Но сам лично я думаю, что в Москве, например, крупные города, которые более развитые, чем регионные сегменты. Я вижу, что эта категория может быть 15-20%, 20% нашей продажи. Как-то мы добавляем больше детских витамины, супы сейчас мы добавляем, январь. То есть мы будем расширивать, январь. Мы будем расширивать это сегмент. То есть это очень большое будущее для этого. И Магнус, наш генеральный директор в мире, он тоже считает это очень важный сегмент. Он отправил весьма, всем начальникам, я не знаю, недавно, только две недели назад, где он написал восемь пунктов. Единственное, я тихо восемь пунктов, то есть как фокус, это wellness. То есть он считает это очень. Другой пост. Очень ценится парфюм, который производится в Европе. Это Франция. А вот то, что начали сейчас изготавливать воду, появляет новое производство в Украине. Да. Что-то не было. А кто-то прочитывался, потому что некоторые откудливают. То, что это происходило у нас. Это очень важно, опять, быть хорошим продавцом и узнать несколько фактов. Это завод в Украине. Мы начали говорить с ними шесть лет назад. Шесть лет назад. Тогда их уровень качества, уровень производства не было достаточным для наших стандарт качества. То есть у нас есть определенный список, как должен быть оборудование, как должен быть процесс быть, уровень сотрудников в этом заводе. И только шесть лет позже они могли бы развиваться к такому уровню, который мы принимаем. Это завод, это часть компании Far Evo. Это французская компания, которая имеет 15 заводов вместе в Украине. Шесть в Франции, но остальных в других местах в Украине. Они сертифирированы под ISO 2216. Я могу вам дать деталь о том, что можно. Это значит, что... Нейтрана комитет приехал туда, посмотри как они позволят свои продукты и сертифицировали в этом процессе. Французская компания в Украине. Французская компания в Украине тоже предлагает продукты к Procter & Gamble, KT, это большое производство Aromato, даже Chanel, Bayer Storff, и еще что-то. То есть все большие бренды, в принципе, в этом сфере. И я вижу, что... Я понимаю... У меня есть украинская жена, кстати, и украинская тёша, которая даже начинает со мной здесь в Москве. Я прекрасно понимаю вот это сомневаетесь в Украине. Но это будет такой тренд, что будет происходить больше продуктов в России, в регионах России, в Украине, где это всё равно недорого взять людей на работу. То есть оплата в Украине, конечно, в 30 раз меньше, чем в Швеции даже. То есть в Швеции это слишком дорого эта стерва. Хотя используем то же самое оборудование, в машине, в кастрюле или что-то они используем. Это то же самое на оба места. Но если люди стоят 30 раз меньше здесь, и их работа это не... На этом уровне они не надо быть учёными. Они покупают, кстати, ингредиенты в Европе, но они наливаются на флаконы в Украине. Наливаются 5 миллилитров на это, 60 миллилитров на это, и вот это весь бак. Для этого не... Надо, конечно, контроль, да, чтобы это... Но вот это контроль есть. И только после... Мы там были с нашей... У нас есть такой огромный ответ, который проверяет качество, который обещает все наши с собой. И только когда они всё проверили, что наконец-то ребята могли происходить нормальные продукции, и тогда мы включили этот договор. Да. Но и всё-таки менталитет наших народов, бывший СССР, он такой, что все знают, что будет некачественно. И одно название, вот это, правда, что произведено в странах СНГ или в Украине уже обпугивают клиентов. Это наша работа, поменять этот менталитет. Вот так. Это мой ответ. Ну, с этим фактом... А как работать? Ну, с этим фактом я сейчас рассказал. Мы можем это... У нас был вебинар сегодня для всех людей, которые имеют особенно уровень Oriflame. И там мы рассказали все эти факты. Это был человек, который на чистом русском языке объяснил. Я могу вам дать после этого эти факты. И тогда это наша работа, говорить с людьми и сказать, это возможно сейчас производить хорошую продукцию в этой стране. Это не 1991 года, это другое время здесь. Давайте я вам потом... Сколько процентов продукции производится в России или странах? От всего нашей продукции? Это... Я не могу отвечать на этот вопрос. Я знаю, что у нас есть наш собственный завод в СНГ, в СНГ. Они сделают блеск и помаду. И это может быть... Что? Может быть... 5-10% наших продаж. Потом мы покупаем из той же самой компании, Фарева. Это поставщика, который обслуживает очень много косметических компаний. У них есть завод в Петербурге. Там еще что-то они... Это еще может быть 5-10%. То есть может быть... 20% всей нашей продукции производят в России. Примерно. Соответственно, это на инфу. У нас есть завод в Китае и Индии. Ну, они производят для Китая и для Индии. В Китае и Индии, у них нет такой свободный режим, как Россия имеется в остальном мире. Индия и Китай требуют, чтобы мы производим продукцию там, которую мы там продаем. Они не разрешают серьезный импорт, чтобы поддерживать своих людей. И поэтому у нас есть завод в Китае. У нас есть процесс, сделаем в России, в Польше, большинство. И в Швеции. У нас завод в Швеции тоже. У нас есть завод в Швеции тоже. У нас есть завод в Китае? У нас есть завод в Китае. Мы очень поздно приехали в Китае. Мы... Например, Гербалайф. У них есть 2000 licенций в областах в Китае. У нас есть три. Чтобы выполнить в России. Наш бизнес в Китае меньше, чем наш бизнес в Москве. Но это только с начала. И конечно там рост другой. И перспектив другой. Если не ошибаюсь, у нас есть чем 50-60 тысяч консультантов в Китае. И естественно у нас есть один миллион. Конечно, перспектива для всех компаний в мире больше в Китае уже, чем... Ну, может быть, Россия тоже уже была большой степь, конечно. И продолжается хорошо. И я работаю здесь, в мире, в Швеции. Потому что я вижу, что Россия имеет лучшее и светлое будущее, чем в Швеции, честно говоря. Здесь у нас демография будет поменяться здесь. У нас будет больше молодых людей. Страна будет стать более богатшей. И может расти со своей нефтой. И потом, после нефта, будут другие инвестиции и так далее. Поэтому я считаю, что у нас хороший будущий здесь. Вы в Китае. Ну, если вы готовы поехать туда, то, может быть, еще светлые там. Китайцы тоже сложный народ. Мы не простые народы. Еще вопросы? Ну, хорошо. Спасибо вам большое. И надеюсь, что это было интересно. И я думаю, что большинство вас консультантов, вы можете объяснить еще лучше, чем я, чем реально занимаемся. В целом, это был мой взгляд, наверное, на то, что мы занимаемся здесь. Спасибо.